Дорогие друзья, день добрый. 27 сентября у нас на календаре в импровизированной студии, почему импровизированный в самой верешней студии, с квартала Прианру главный редактор Филипп Березин. И сегодня мы будем общаться по вопросам получения гражданства двух как минимум стран, может быть немножко расширим по ходу этот список с нашими экспертами. Это Нурик Акс, президент и основатель Apex Capital Partners. Нурик, здравствуйте. И Софья Силина, вице-президент по России и СМГ, Apex Capital Partners. Софья, день добрый. Добрый. Значит, мы изначально, еще около месяца назад запланировали этот вебинар, но за это время очень много чего изменилось, да и за последние недели ежедневно практически что-то меняется. Неизменным остается только одно – потребность, интерес к программам. Ну и давайте первый вопрос, буквально несколько слов, немножко и о компании, чем вы, собственно, занимаетесь, к нам еще присоединяются зрители, и о том, как вообще сейчас меняется весь этот рынок иммиграционных программ, последние буквально, можно сказать, месяцы и, возможно, даже недели. Пожалуйста. Только вас не слышно, что-то у вас с микрофоном. Давайте попробуем. Вот сейчас говорите. Вот видите, какой сюрприз. Включить, выключить. Причем до этого как-то все было слышно. Видно, но таким языком… Еще давайте сделаем следующим образом тогда. Вы сейчас просто отключитесь и подключитесь по новой. Я думаю, что, может быть, что-то тогда получится. Зофья, давайте тогда с вами начнем. В двух словах о вашей компании, о том, чем вы занимаетесь. Да, Филипп, спасибо большое. Всем добрый день. Компания наша называется Apex Capital Partners. Компании в этом году исполняется 32 года. Образовались мы в 90-х. Вот как раз Мури Кац, владелец компании, основатель Apex. Когда он подключится, он расскажет от себя из первых уст. Вообще компания занимается исключительно только программами гражданства через инвестиции. Вот 32-й год на сегодняшний момент. Мури. Не слышно сейчас. Вот теперь слышно. Мы рады вас приветствовать. Рассказывайте. Мы как раз говорили о том, чем занимается ваша компания и как вы работаете последние месяцы. Пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу вам сказать спасибо. Доброе утро. Я сейчас дома. Я извиняюсь за бардак тут. Я дома у себя в Антигии, где я живу. Мы занимаемся с 92-го года иммиграционными программами по всему миру. Я изначально из Канады и много-много лет работал с российской администрацией по иммиграционным, по инвестициям программам в Канаду. И последние 15 лет мы работаем по Карибам и помогаем оформлять гражданство на Карибах. Мы работаем по всему миру. Основная наша аудитория и основная масса наших клиентов – это люди из России. Мы, кстати, как фирма, мы гордимся тем, что мы имеем больше лицензий на оформление гражданства, чем любая другая фирма в мире. Это значит, что больше всего государств, разных государств, давали нам, разрешают нам, лицензируют нас, дают нам право представлять интересы наших клиентов. Мы очень гордимся, много лет дошли до этого. Но, как многие знают, в России, в других странах есть очень много просто фирм, которые… это фирма знакомств. Они знакомят клиентов с людьми, с такими фирмами, как наши, на местах. В России, по-моему, мы единственные, которые имеют такие лицензии. Но в любом случае мы работаем в основном в России. Но я скажу что-то тоже интересное. Сейчас самый развивающий рынок, кроме России, хотя бы для нас, это рынок Америки, Северной Америки. У нас сейчас появляется очень много клиентов из Северной Америки, которые примерно так же говорят, как и русские говорили до начала всяких этих проблем. Мы говорили, что на всякий случай мы тоже волнуемся, что случится у нас. Вольнуемся по политическим причинам, волнуемся по экономическим причинам и хотим план «Б». Если говорить не о ситуации в России, то то, что очень интересно вообще в этой индустрии, это то, что включились очень много американских клиентов в этом деле. Но если возвращаться к России, я вижу… Ну, ситуация, честно говоря, очень сложная. Сначала спецоперации. Я сейчас открою несколько секретов или инсайдерской информации. Не знаю, нельзя или можно, но буду. Как вы все знаете, по всему Западу сейчас некоторые политики хотят запрещать русским въезд. Как это связано, с чем это связано, и какая там логика, она совсем нелогичная, но она есть. Такая проблема есть. И тут на Карибах есть маленький посольство большого брата, который отвечает за эти Карибские острова. И этим людям нечего делать, которые работают, чиновники, которые работают в этом посольстве. И они придумали себе, чем заниматься, потому что им скучно в жизни. Они думали, вау, я включусь в это дело, то, что все делают за пределами Карибов. И они стали звонить всем странам на Карибах, чтобы показать, какие они сильные, как они участвуют в этом деле. И на некоторых они очень сильно наезжали и угрожали, что если вы будете принимать русских, то мы вас наедем, мы можем оккупировать вас, мы можем отучать вас. И они это сделали в Гренаде несколько лет назад. Но они угрожали отлучение тоже типа от SWIFT, как угрожали в Россию. Не угрожали, отучили. Но очень сильно нескольких стран угрожали и не настолько других стран. Угрожали всех, но по-разному. И по-разному это зависит лично от человека, который угрожает. И как воспринимают его. Так что за последнее время сначала все страны Карибских решили отказаться от русских, от новых русских заявлений. Потом Гренада потихоньку решили, что это все, это расизм, не принимать людей именно из-за гражданства. Это даже не из-за гражданства. Они много заставляют этих стран не принимать людей в зависимости от их свидетельства о рождении. Так что были у нас даже клиенты, которые не граждане России. Они родились в России. Например, мой сын родился в России, но его родители не граждане России. Он родился в Москве, и поэтому он не стал гражданином России. И некоторые страны тут на Карибах отказали бы ему, хотя он канадец. Отказали, не приняли бы от него заявление. А я еще несколько слов скажу, потом продолжим. Потом Гренада открыто стала принимать людей. И когда они открыто стали принимать русских, то другие страны начали говорить о том, что они будут приниматься. И потом наезжали дальше. И другие страны сказали, что они не могут. Те, которые принимали, которые сказали, что они примут, потом передумали. И сейчас идет процесс в каждом, в каждой стране, которая выдает гражданство. Ведется обсуждение каждый день. Они политические... Я в среду был в Нью-Йорке, и на полях Генеральной Ассамблеи ООНа. Я встретился с двумя премьер-министрами этих стран. Я не хочу сказать точно, кто они. Они все были там. И в личных обсуждениях, они все хотят принимать русских. Они не согласны с тем, что вообще с этой политикой. И вопрос на просто настолько бояться, что отручат их от финансовой системы мира. И я думаю, что... Я не знаю, не могу сказать, скоро. Я думаю, что на основании этих разговоров с этими премьер-министрами, что есть политическая воля принимать русских. Что будет дальше, я не знаю. Но пока на сегодняшний день новых людей на Карибах, только из России, принимает гренаду. Пока. Они, кстати, могут закрываться, хотя они не хотят. Им это... Я последнее скажу просто про Черногорию. Черногория тоже изначально, в начале спецоперации, сказали нам, нет, больше мы не можем принимать русских. Но потом они тоже передумали. И пока программа идет до конца года, потом программа закроется. Есть еще три месяца, когда они будут принимать русских. И это единственная программа в Европе, которая принимает русских. Окей. Хорошо. Ну, спасибо. Давайте, Софья, тогда с практической стороны зайдем. Когда мы говорим о том, что гренада принимает заявление и продолжает работать с программой. То, например, для граждан России, что это на практике означает? Какой процесс они могут пройти? Ну, в общем-то, Филипп означает, это тот же самый процесс, что был и ранее. Просто добавился еще один элемент проверки. Если раньше деньги на гренаду пошлины, которые необходимо заплатить вперед до подачи документов агентам на острове, но проверка проходила за несколько дней, деньги зачислялись, соответственно, быстро, то сейчас банковский комплайенс может длиться до двух с половиной месяцев. Это та практика, которую мы имеем, в общем-то, на ежедневной основе. Мы боремся со всеми этими вещами, мы пытаемся сделать так, чтобы люди проходили быстрее комплайенс, но тут мало что от нас зависит, больше зависит от документов клиентов и от банков, откуда мы показываем клиентские выписки за 12 месяцев, так как гренада перестала принимать категорические выписки из санкционных банков, поэтому те люди, которые обслуживались во всех санкционных банках, а это, как правило, 90% всех наших клиентов, и они должны открывать счета в других банках и предоставлять комбинированные выписки со счетов. Ну, в общем, с этим связаны именно практические сложности, но мы их решаем. Удлиняться в любом случае процедуры все будут удлинены, затруднены. Мы рассчитываем на 8-10 месяцев с момента начала принятия документов, с начала процесса по гренаде и на более чем 12, то есть 12-14 месяцев по Черногории с момента подачи документов. Все процессы, что-то встало совсем, что-то двигается медленно. Окей, давайте тогда в двух словах по условиям программы «Гренады». Понятно, что не первый раз об этом и говорим, но в любом случае сейчас для кого-то освежите, для кого-то просто с нуля. Что такое программа «Гренады» и что она дает? Я кратко включу соответствующий слайд. Программа «Гренады» – программа одного из Карибских островов, которая давно уже существует и была одной из интересных предложений всегда, как альтернатива. Мы больше продавали всегда Сен-Китс и Доминику, это правда, по разным причинам, потому что там корочки паспортов действуют дольше, нежели чем на «Гренаде», потому что в Сен-Китс лучше налажены были все системы проверок и прохождения дью-дилиженсы, в принципе, процедурные моменты, но так как за исключением «Гренады» мы ничего не можем предложить на сегодняшний момент, «Гренаду» мы любим сегодня очень сильно, надеемся, что она не закроется и уговариваем всех наших клиентов, кто становится клиентом сию минуту сегодня, вчера и завтра станет готовить документы вместе с выделенными нашими персональными юристами быстро, скоро, ускорять сбор документов. В «Гренадском списке» есть необходимость не только нотариально заверенных копий документов с переводом, но и о постели, о постели предоставляются, делаются министерством юстиции, это достаточно длительный процесс, его можно ускорять, но вот поэтому и справки о несудимости тоже можно ускорять. В общем, тянуть по полгода на сбор документов, как наши клиенты делали ранее, смысла не имеет. Если возвращаться к вашему прямому вопросу про условия «Гренадской программы», то все просто, ровно так же, как и было, ничего не поменялось в условиях. На одного человека вход в программу «Донейшн», а в «Гренаде» всего две программы, опция «Донейшн» и опция «Реал Эстейт», вход в «Донейшн» на одного от 150 тысяч долларов США, плюс государственные пошлины, плюс услуги юридического сопровождения. На семью 2-4 человека вход в программу 200 тысяч долларов, это тоже подарок государству, плюс госпошлины, плюс юрсопровождение. Чем больше количество членов семьи, чем разнообразнее набор этих самых членов семьи, в «Гренаду» можно брать и сестер братьев от 18, и не замужем, без детей, и зависимых мам, пап, родителей с обеих сторон, и много кого можно брать в один файл, но от этого будут увеличиваться как раз государственные пошлины. Гражданские браки непозволительны, нужно обязательно быть в браке. Вторая опция «Реал Эстейт» звучит красиво по факту, это приобретение доли в отельном проекте, ну или комнаты у разных авторизованных девелоперов, это по-разному, в отельном проекте на острове, на сумму от 220 тысяч долларов. За эту стоимость вы получаете либо бумагу о владении, share certificate, либо комнату, как было ранее, пока были предложения подобного характера, и через пять лет вы вольны комнату или долю выставлять на вторичную продажу. На «Гренаде» существует вторичный рынок гражданства, то есть каждый последующий соискатель на гражданство может покупать вторичную долю и претендовать на то же самое получение гражданства. 220 тысяч – это не последняя, не конечная цена, к ней также добавятся госпошлины, они немаленькие, услуги сопровождения. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас работает чат, вы можете задавать вопросы, и в чате мы в ближайшие несколько минут публикуем контакты компании «Апекс Капитал Партнерс». Софья, с чего нужно начать сейчас, и откуда нужно подавать эти документы, то есть чисто технически, где должен находиться главный заявитель, главный плательщик. Несколько слов об этом. Вы знаете, Филипп, так как сейчас многие люди разъехались кто куда и наблюдают за происходящим внутри нашей страны зачастую из-за рубежа, то не нужно, это не является препятствием для оформления гражданства той или иной страны, про которую мы сегодня разговариваем. Документы можно оформлять, будучи не в своем городе. Мы говорим сейчас не только про Москву или Питер, а в общем-то про любой город Российской Федерации, Беларусь в том числе, потому что мы в одной лодке и санкции, и все ограничения на граждан Беларуси в том числе наложены. Оформляются удаленно документы, делается заверение документов в удаленном виде, дальше они отдаются здесь на апостелирование, нотариальное заверение, соответственно, потом привозятся к нашему юристу в нашем офисе в России, в Москве, на Леонтьевском переулке 25. Мы их оформляем, все как надо заполняем государственные формы, отправляем на Гренаду. Госформы, человек, находящийся за рубежом, естественно, должен будет подписать, не заполнить, заполняем мы самостоятельно и отправить также напрямую на Гренаду. Пройти медицину, она для Гренады нужна, для Черногории не нужна, человек также может за рубежом под присмотром нашего же менеджера, потому что там есть свои параметры и требования. Сдать дактилоскопию, а именно отпечатки пальцев, также можно в любой стране. Для Черногории этого не требуется. Ну и если у человека какие-то документы здесь в России, какие-то документы там, то это комбинация. В общем, всем этим мы управляем. Пугаться этого не стоит, мы расскажем, как. Справки из банков берутся, выписки из банков удаленно, справки из банков не удаленно, но в любом случае решаемый вопрос. Если жена, например, находится в России, то мы можем делать жену главным аппликантом, рассматривать в любом случае обоих супругов как единое целое. В общем, у каждого свои абсолютные истории. То, что четко нужно понимать, что нужно делать сегодня, нужно принять решение и бежать к нам, звонить нам, начинать некий диалог с нами, получать калькуляцию, принимать эти цифры, думать, кого из родственников можно включить и делать этот самый запасной аэродром, создавать пусть сегодня, пусть с опозданием, но никогда не поздно. В случае с Гренадой, как я понимаю, список потенциальных родственников, которых можно включить, настолько велик, что по большому счету, если есть один человек, условно говоря, член семьи с хорошим доходом, и он, собственно, оплачивает, он может потом такую сеть из своих родственников сплести, да, то есть именно в случае Гренады это возможно. То есть если, условно говоря, 55-летний отец, там своего 30-летнего сына он может включить, или там есть уже некие шероховатости. Ну, во-первых, 30-летний сын должен не работать, а учиться, во-вторых, повернуть это мы не очень сильно можем, потому что родители должны быть зависимыми членами семьи. В общем, Филипп, мысль ваша верна, но, опять-таки, все зависит от того, кто как зарабатывает, у кого деньги, кто на пенсии, кто не работает, кто учится, у кого какие семьи и так далее. А такой вопрос, он к нам тоже поступал, когда вот тот человек, может быть, несколько странный, но, тем не менее, в текущих условиях, иностранных вопросов-то уже не осталось. Тот человек, который оплачивает, тот человек, с чего счета идут суммы, он обязательно должен быть одним из участников программы, или участниками программы могут быть, в принципе, только его родственники? Еще раз, пожалуйста, Филипп, извините. Тот человек, который оплачивает, с чего счета оплачивается, ну, в том или иной схеме, он обязательно должен быть участником программы, или, по большому счету, он... Можно использовать спонсора. Простите. Да, спонсор возможен и в той, и в другой программе, в Гренаде, в Черногории, но спонсор должен будет раскрыть полностью информацию на себя. В случае с Гренадой это будет еще и стоить дополнительных 8 тысяч долларов. Это пошлины, 5 тысяч, due diligence, processing application fee. В случае с Черногорией просто нужно раскрыть полностью документы на себя и должна быть связь с главным аппликантом. Просто некое лицо, которое захотелось заплатить, с Черногории не пройдет. Что касается Гренады, здесь мы можем поиграть с ситуацией, доказав некую связь с главным аппликантом и с его семьей и показать легальность происхождения средств этого человека, который должен быть готов раскрыть полностью все финансовые и личные документы. Я еще раз покажу вот этот слайд сейчас, где речь идет о суммах. Вот 150 тысяч и 200 тысяч это основные суммы, которые нужно платить, ну или 220 тысяч в случае приобретения объектов недвижимости. В какой момент, вот смотрите, человек начинает собирать документы, это в любом случае первый этап, первая стадия. Дальше, в какой момент начинаются какие-то платежи и опять же, в какой момент может выясниться, ну там, условно говоря, стоп, да. Причем стоп сейчас, как я понимаю, может оказаться и совсем неприятно, если вдруг страна закрывает программу, допустим, для россиян. Поэтому мы и говорим, Филипп, о том, что документы нужно готовить скоро, быстро. Приняли решение сегодня, начинайте готовить документы, потом придете к нам, как раз они будут наполовину уже готовы. Раз времени для раскачки нет, действительно, если мы не успеем загрузить документы в систему, то рассмотрены вы не будете. Когда нужно платить, изначально при подписании договора человек платит 50% за услуги юридического сопровождения, дальше идет сбор документов, ну вот сейчас он умещается в 2-4 недели, и идут оплаты государственных пошлин. Это мы говорим про Гренаду. Если мы говорим про Черногорию, то скорость оформления должна быть ровно той же самой, но в Черногории есть еще и необходимость грузить полностью все суммы на программу до подачи документов в департамент иммиграции в Подгорице. Поэтому все три эскроусчета, они необходимы под открытие в обязательном порядке в Черногорском банке, должны быть заполнены клиентом из России или в рублях, а сейчас есть такая опция, из-за рубежа или в евро, это уже детали и под обсуждение. А также заплачены госпошлины и все прочее, оно должно все приехать в Черногорию, и только после этого произойдет подача. Здесь вот Гренады в Черногории различаются. Окей, по Черногории коснемся момента, чуть-чуть подробнее поговорим еще отдельно. Еще по Гренаде. В какой момент происходит, собственно, главный, условно главный платеж, я имею в виду или фонд гренадский какой-то, либо, собственно, за недвижимость? Как это происходит и вообще, и как сейчас проходят платежи? То есть из несанкционных банков на Гренаду платеж пройти может? Нет. Филипп, вопрос правильный, это то, что волнует всех наших клиентов, приходящих к нам ежедневно. Платежи из несанкционных банков на Гренаду не проходят. Мы пошлины принимаем на себя, как на лицензированного агента, мы имеем на это право. Основные платежи, либо в донейшн, государственный фонд, либо основной платеж девелоперу делаются только после получения одобрения. Дождитесь бумагу одобрения, она придет на нас. Дальше мы поделимся с клиентом, и там будет все понятно, куда далее переделать переводы. Пока люди ждут одобрений, нужно лететь в те страны, где открывают счета, открывать там счета, это Турция, может быть это Сербия, может быть Черногория, все что угодно. Заводить туда деньги и ждать одобрения, потом будут производиться оттуда платежи. Правильно ли я понимаю, что одобрение это такой некий узловой момент, когда государство говорит, окей, совершайте финансовую процедуру, вы прошли, ну, то называется, что комплайнс, да, то есть вы нас устраиваете, к вам как гражданину претензий нет. Все так. Это та самая бумага, ради которой, в общем-то, мы и существуем. И тут та бумага, которая необходима каждому нашему клиенту, который приходит с мыслью оформить себе гражданство. И потом эта бумага соединяется с, условно говоря, с платежом и наступает уже такой следующий этап, да? Дальше выходит сертификат о натурализации, а дальше выходят паспорта и присылаются, пока это вне России должно произойти, DHL в Россию кидается не ходит, поэтому наши клиенты получают свои паспорта где-то в других странах или за них кто-то получает. Еще один момент. Для подключения паспорта Гренады присутствие в Гренаде на какой-то момент требуется или ни на какой не требуется? Нет, это очень комфортная программа, не нужно лететь в Гренаду, не нужно знать языка, нет обязательств для проживания, налоги вы не платите, вы просто владеете статусом гражданина Гренады. И помните, что раз в пять лет вам нужно заменить корочки паспортов, именно тревел-документов, на новые. Михаил, уточните, пожалуйста, ваш вопрос относится к Черногории или Гренаде, мы его обязательно зададим. Софья, еще все-таки такой момент. Сейчас, ну действительно, очень многие, в том числе граждане России, граждане Беларуси, это граждане других стран, могут у себя на родине не находиться. Соответственно, возможно, какие-то средства у них уже там не в России, не в Беларуси, не в Украине, неважно где, но они где-то есть. Какие трудности и какие шансы есть всю процедуру пройти не находящую себя на родине? Можно я одно скажу про это? У нас сегодня, вчера, извините, вчера появился запрос по Черногории. У нас американец, клиент-американец, гражданин Америки. Он случайно родился 60 лет назад в Узбекистане. Уехал из Узбекистана, когда ему было до года, и ничего больше не помнит про Узбекистан. И вчера просили у него справку из милиции, из Узбекистана, потому что он там родился. Хотя он не помнит, что он там родился. И мы сейчас помогаем ему сделать справку. Он должен делать доверенность в Америке, апостолированный доверенность. Мы нашли фирму, которая будет это делать для него в Узбекистане. Хотя он вообще спросил, я не помню ничего. Это можно показать на карте. Но видите, миграция, это на самом деле даже завольно... Миграция, это даже может быть весело в тех случаях, когда... Очень весело. Да, это я как раз понимаю. Так вот, пример американского гражданина, имевшего счастье или несчастье, что тут как посмотреть родиться в свое время на территории бывшего Советского Союза в Узбекистане, это как раз вполне логичная история. Сейчас гораздо большее число людей, которые прекрасно помнят, где они родились и где они жили до недавнего времени. Но находятся они сейчас не в этой стране. Что как? Ну, окей, на практике, что нужно, чтобы находясь в другом месте всю эту историю привернуть? Друзья, которые помогают перекладывать какие-то документы из одного места в другое, переносить. Но, в принципе, это не сложно. Вот, Соби, ну смотрите, вот ваш офис, вы говорите, в Москве, да? Прекрасно. Окей, хорошо. Человек не находится в Москве. Человек вообще изначально живет в Беларуси. Что тогда? Мы своих белорусских клиентов никогда не видели живьем, а у нас их много. И все мы оформляем удаленно. И сейчас все белорусские клиенты, кто у нас есть, живут кто где, совершенно в разных странах, так же, как и россияне. Все нормально мы оформляем. Причем разгробленные семьи и все равно из разных стран все присылаем. Смотрите, собираешь человек документы. Допустим, он находится сейчас, не знаю, в Турции. Гражданин России, Белоруссии, Украины не столь важно. Давайте я расскажу еще историю. Давайте. Как вы спросите. У нас клиент из России, который живет в Монреале. В Канаде. Ну, прекрасно. Он уже там много лет. И у него квартира в Москве. И в квартире в Москве его свидетельство о рождении. Он не привез в Канаду свое свидетельство о рождении. И ключи от квартиры в Москве у клиента в Монреале, в Канаде. Так что можно либо ломать дверь в квартиру в Москве, либо передать ключи из Монреале с человеком, который летел через Турцию в Москву, случайно. И наш сотрудник поехал и открыл дверь в незнакомой для него квартире. И по телефону говорил с клиентом в Монреале, который ему направлял, куда искать свидетельство о рождении. Так что мы говорим по всем этим. Ну, это крайние случаи, конечно, в перерыве. Из сериала «Теория большого взрыва». Там, да, есть тоже такой вопрос, когда по телефону объясняли, зайди сюда, нажми на эту кнопочку и так далее. Софья, ну вот реально, по практике, значит, базовые документы, рассвидетельство о рождении, паспорта, справки, наверное, тоже удаленно как-то можно заказать. То есть в идеале вам человеку, скорее всего, потребуется помощник, находящийся у него, ну, как бы на родине, да? Если у него основной пакет документов, Филипп, при себе. Как правило, все уезжают, если из страны сейчас берут с собой документы. Но даже если это не произошло, хорошо, какие-то документы у него с собой. Как мы с вами ранее проговорили, идет заверение документов удаленно. Дальше мы здесь их апостелируем, все мы сделаем. Для Черногории не нужно апостелировать, нужно просто нотариально заверить. Все документы, которые здесь в России, в закрытой или открытой ли квартире, у родителей, у жены, где-то еще, должны быть, их нужно достать и отвезти в бюро переводов на перевод на английский и на нотариальное заверение, потом на апостель те документы, которые требуют апостелирования, и просто на нотариальное заверение, которое не требует. Еще раз, если с банковскими документами есть проблема, то мы делаем жену, которая в России главным аппликантом, которая ногами получает рекомендательные письма из банка, берет некие выписки и так далее. Либо мы делаем комбинацию из документов мужа и жены, либо мы используем спонсора, ищем вместе, придумываем, кого можно делать спонсором. Тещу, тесте, свекросы, кровь, брата и так далее. То есть тут неограничено. Изумительный квест на самом деле. Очень интересно, зато у нас деменции не будет никогда. Это понятно. Я могу, если дадите две минуты, расскажу еще про одну историю. Две минуты за тем, без проблем. Еще одну историю. У нас клиентка американка. Она замужем за египтянок. И она, ей, наверное, 50 лет. Она случайно родилась в Москве. Когда она родилась в Москве в начале 70-х годов, ее зовут была типа Юлия Петрова. Она переехала в 70-х годах в Америку. Как беженка. И спустя много лет она вышла. Не помню, это уже Москву тоже. Там ей было три года. Она вышла замуж за американца. Поменяла свою фамилию. Потом развелась с этим американцем. И вышла замуж за египтян. Египтянин Абу Хасад. Так что ее зовут. А она поменяла тоже имя. И ее имя там Джейн Абу Хасад. Я не буду говорить естественное. И она совсем забыл. Она тоже, когда они уехали беженцами, они не брали с собой свидетельство о рождении. Так что мы сделали ей. И она случайно на нас... Она меня нашла как-то, но случайно не знала связь с Россией. Но когда мы начали с ней говорить, она сказала, ой, нет свидетельства о рождении. Потом мы узнали, что ой, сейчас ты Джейн Абу Хасад, но раньше ты была Юлия Петровой. А как мы будем связывать... Ну, мы сделали это. Это было очень тяжело, занимало много времени, но мы этим занимаемся в Москве. Мы находим способы решать проблемы. И мы решили эту проблему. Да, и потом можно будет написать книжечку чуть более спокойно. Да, будем ждать. Сделать непременно. Давайте по вопросам пробежимся, а потом продолжим. По документам. А постель ставится на перевод с оригинала или на нотариальную копию с оригинала? На нотариальную копию. Справка о несудимости на оригинал. Если получают паспорт Гренады, удаленно в Москву, где его забирают физически? Удаленно. Ну, человек, условно говоря, из Москвы, где паспорт Гренады забирается физически? Вне России. А, то есть... В Москву не входит ничего. А, в Москву просто его и не перешлют, даже если бы очень хотелось. Ну, с Аказией какой-то. Ну, только если кто-то летает в Москву. Просто нет коммерческих. Человек, у меня паспорт Гренады, с каким паспортом он вылетает из РФ, и какой паспорт показывают на таможне в аэропорту. Каждый гражданин Российской Федерации вылетает и вылетает из РФ только по паспорту Российской Федерации. Другие гражданства, сколько бы и какие они бы не были, он предъявляет только основания для вылета в визовую, например, страну. Ну и, соответственно, пользуется там уже вне Российской Федерации. Поэтому вылетать по гренадскому паспорту из России нельзя, если ты россиян. Окей. Давайте теперь несколько слов общих, ну, финансовых, скажем так, о программе Черногории. В каком состоянии она сейчас? Год назад мы с вами совершенно в другой политико-экономической ситуации говорили, что она закрывается. Сейчас мы тоже самые слова можем сказать, на этот раз гораздо более уверенно. программа Черногории закрывается через 3 месяца, практически через 3 месяца и 3 дня. В двух словах, вот вы опять же сказали, что она собой представляет, и начнем с того, что вы сказали, около года происходит сейчас, ну, с момента начала работы, до выдачи паспортов, а программа через 3 месяца закрывается. Вот это противоречие тоже давайте разъяснить. Нам нужно подать документы, Филипп и друзья, до 31 января. И мы, конечно, рекомендуем... Декабря или января? Декабря, извините. Декабря. И дотягивать до последнего дня, как это было в прошлом году, потому что это превращается все в кошмар и для человека, и для нас. Поэтому сейчас самое комфортное время подаваться, как раз будет месяц небольшим на подготовку, обработку. Мы загрузим документы, вы сможете перевести средства, все это пройдет. Иногда средства возвращаются, вот эти качели с деньгами, они сейчас... Постоянная история эти мы слышим и видим от наших клиентов. Поэтому как раз полтора-два месяца это тот нормальный срок, когда черногорские документы все готовы, деньги загружены, эскро открыты, и все можно заносить в черногорский офис. Смотрите, вот несколько слов буквально давайте напомним о программе. Ну вот если бы вы приходили к нам в прошлом году, когда еще программа первый раз не закрывалась до 31 декабря 2021 года, то взнос в госфонд был бы один, и он был бы равен 100 тысячам евро. Сегодня это 200 тысяч евро, обязательно благотворительный взнос в два госфонда. Вы видите это внизу страницы. Но основным параметром является выбор аппликанта и членов его семьи, некого объекта инвестирования, авторизованного под программу либо на севере страны, вход в инвестицию 250 тысяч евро, приобрести вы можете либо комнату, либо долю в отельных проектах 4-5 звезд, либо на юге Черногория за сумму от 450 тысяч евро есть возможность приобретения апартамента в собственность. То есть еще раз, на севере это комната или доля в отеле, где вы не можете жить постоянно, максимум месяц за году. На юге это апартаменты с возможностью круглогодичного проживания. Окей. Вот, наверное, на вопрос Михаила мы и ответили. Давайте еще несколько таких вот общих моментов, если мы говорим по Черногории, да и по Гренаде. Есть проверки и там, и в одном случае, и в другом. Можно ли сказать, и как я понимаю, на Гренаде, упрощенно говоря, сначала проходят вот эти уже проверки, а потом ты уже проводишь собственно финансовую транзакцию ту или иную. Но в случае с Черногорией, как это происходит, какая здесь очередность? И как происходит вот финальная финальная Добрянс, когда появляется? Нурик, хотите? У вас хорошо получается про дью-дилиженс сегодняшний. У вас микрофон. Дью-дилиженс это сложный вопрос и, кстати, одна из причин, по которой страны говорят, что они не могут принимать людей из России. Это из-за того, что тяжело. Агентство по дью-дилиженс нанимает субподрядчиков, частных детективов в России. и эти международные агентства нанимают русских частных детективов. И им очень тяжело прямо платить им. Платить Россию очень тяжело. Просто физически. Особенно, если это не люди, которые имеют отношения с Россией, не имеют всякие разные хоббии. Так что это тяжело. И они и особенно тяжело, не только из-за того, что надо платить, но тяжело просто общение тяжелое. Ну, понятно. Сейчас, по большому счету, классические, обычные связи не существует. Плюс страны и банки на местах в разных странах, которые принимают клиентов, людей из России, не только правительство, а банк требует due diligence тоже. Они должны объяснять своим контрагентам в Америке почему они принимают деньги у какого-то русского. И для этого они должны показывать огромный пакет документов, показывать, что они не связаны ни с правительством, ни с санкционными людьми. Если банк принимает деньги у какого-то санкционного человека, то это такой риск, это риск закрытия банка и увольнения всех сотрудников. Смотрите, в этом смысле Гренады и Черногория по жесткости, по требовательности, они чем-то различаются? Или по большому счету, что в Гренаде, что в Черногории, ситуация сейчас одинаково трудная? Ситуация немножко сложнее с банками в Гренаде, потому что там они работают в американских долларах и они намного более зависимы от корреспондентских банков и боятся их корреспондентов. Так что они должны очень тщательно, это иногда занимает два-три месяца, пока они рассматривают документы банк, чтобы принимать оплату вот это самый важный момент. У нас есть в другой стране страна готова принимать людей, но банк не готов принимать деньги у людей. Мы решаем этот вопрос. Скажите, пожалуйста, Софья, вы сказали про Гренаду, там есть одобрение в Черногории. Какой момент является точкой, когда все понятно, финальные процедуры какие-то нужны, но при этом вроде как одобрение уже получено. Или в Черногории такую отсечку труднее назвать. Почему? И там, и там абсолютно идентично, Филипп, что там, что там, мы получаем письмо одобрение approval letter только в Черногории на Черногорском, а в Гренаде на английском. И именно это и есть та самая отправная точка, когда можно расслабиться и просто уже ждать приглашения в случае с Черногорией на биометрию. И да, нужно будет подождать. Сейчас это тоже ожидание. То есть мы ждем сначала с клиентом до момента получения одобрения, вынесения решения, а потом еще начинается ожидание приглашения на биометрию, потому что все структуры власти работают плохо. Скажите, одобрение в случае с Черногорией, оно тоже может появиться еще до того, как ты начал оплачивать недвижимость или нет? Еще раз, если я правильно понял, вот это может быть, вы меня тогда еще раз поправьте. На Гренаде ты основной платеж делаешь уже после того, где сказали окей, а здесь наоборот получается. Это правда, на Гренаде основной блок платежей идет только после того, как вы получаете одобрение. В случае с Черногорией для того и нужны три эскроу-счета для трех основных платежей 100, 100 и либо 240, либо 450 недвижимость, которые уйдут до подачи документов на эти эскроу и будут лежать до момента одобрения. То есть они как бы никому не принадлежат, они ложатся в кубышку некого. Но и человек с ними также прощается на какое-то количество времени, пока идет проверка. И только после вынесения решения государством идет разморозка этих средств из банка. И когда мы получаем бумагу одобрения на нашего клиента, банк получает ровно в тот же самый момент такую же бумагу. И три платежа расходятся или два платежа из прошлого года расходятся в два или три направления. Вы в прошлый раз, когда мы говорили о Черногорской программе, говорили о необходимости, приехав в Черногорию, через Сербию или через Турцию, открыть там юридическое лицо, для того, чтобы можно было счет открыть в Черногории. Я могу ошибаться, суть была примерно такая. Так это или нет? Что об этом несколько слов? Да, Филипп, у нас наша прошлая беседа как раз закончилась тем, что мы просили всех наших потенциальных новых клиентов открывать себе ИП и через ИП компанию, через компанию получать вид на жительство. Почему это? Это не наша прихоть была ни в коем случае. Это было найдено решение для всех новых перевод средств, будучи россиянами, они не могли это сделать, если у них не было дополнительных статусов в виде вида на жительство евросоюзных стран или паспортов других стран, либо вида на жительство Черногории. Поэтому мы оформляли вид на жительство Черногории, дабы обойти эти самые ограничения по приему средств. Но пришел август и это все было снято даже в конце июля, поэтому нет, ВНЖ мы больше не оформляем только тем, кто хочет просто сейчас поехать в Черногорию, например, таких тоже стало сейчас много людей, и подождать в течение года получения гражданства. А пока в статусе вида на жительство просто спокойно провести время в Черногории, наблюдая за всем происходящим издалека. Такое тоже не Два вопроса от нашего зрителя по поводу перевода документов, кто переводит все документы. Вот, собственно, хорошо, набор у меня есть, я нахожусь неважно где, кому идущ или вы мне помогаете? переводческое агентство лицензированное под эту деятельность. И если вы слушаете наши рекомендации, то мы работаем с несколькими компаниями уже на протяжении десятилетий, и мы отправляем наших клиентов туда, потому как это удобно и это всегда качественно. Если человек хочет использовать свои каналы некие, это можно естественно делать просто под присмотром нашего юриста. Любое лицензированное нотариальное агентство или бюро переводов может этим заниматься. Но помните о том, что, например, в свидетельстве о рождении россиянина не стоит пол, нигде не написано вы мужчина или женщина, эти документы не примут у нас, у вас на рассмотрение. Нужно писать М или Ж, Ф или М на латинском. Вот на это, даже на это идут 10% нотариусов и переводческих агентств в Российской Федерации. Поэтому вот есть такие нюансы, которым надо следовать. Поэтому либо вы следуете нашим предписаниям и мучаетесь, либо используете наши контакты, наработанные десятилетиями. Я правильно понимаю, что в любой стране такие агентства есть? Российские документы должны заверяться в России, Филипп. И консульские заверения, кстати, не всегда принимаются странами, поэтому лучше это делать в Российской Федерации. Еще раз, удаленно это все возможно. Как открыть счет или компанию на Гренаде? и как минимум счет. Уже компанию не знаю. Но счет или компания это две разные процедуры. Начнем с простого. Компания это счет. Первая процедура третий компанию довольно-таки легко. Надо регистрировать регистрационную палату и надо регистрировать регистрационную палату. Это делается обычно юристами местными. это несложно. Второй вопрос сейчас конечно счет. Это более сложный вопрос, потому что именно в Гренаде, потому что именно в Гренаде, несмотря на то, что есть гражданство Гренадой, банк смотрит на совокупность истории человека. Откуда он заработал, как он заработал, где его активы. Если сегодня человек скажет, а у меня все активы в нефть в Якутии, то вряд ли Гренаду откроет банк, маленький банк в Гренаде откроет счет. Теперь честно говоря, вопрос зачем счет в Гренаде. Все гренадские банки очень-очень маленькие и не работают настолько хорошо удаленно, как Тинько или так что иногда получается, не получается. Мы поможем, если можно. в Гренаде и надо приезжать. Кстати, надо приезжать в Гренаду, чтобы открывать счет. банковская система в России на самом деле именно по качеству услуг в Гренаде России. Жаль, что Тимон Мас может воспользоваться. Самая лучшая банковская система. Ну, была сейчас немножко по-другому, но до технически говорят потрясающе. Самая лучшая. Когда людям говорят, что ты можешь какой-то счет в банке открыть просто с приложения, это люди просто говорят, такого не может быть. Никто не понимает настолько лучше банки в России, чем в Америке, в Канаде. Это просто... Если бы не несколько но. Ну, уж ладно. И вопрос, были ли сейчас как с аннулированием в ЛНЖ или гражданство? И вообще насколько это по-вашему практике какие есть здесь риски? И вот сейчас эта история как-то ужесточилась в последнее время. стало ли больше отказов? С ВНЖ например там известно непонятно с Латвии например как сейчас быть. Я скажу есть большая разница между гражданством и ВНЖ. ВНЖ начинается вот В означает это расшифруется временно. это не постоянно люди не понимают что временно не означает постоянно и временно означает временно. Так что многие не продлевают многим их временный вид на жительство. но гражданство и поэтому мы в основном занимаемся гражданством. Гражданство это навсегда. и процедура аннулирования гражданства очень очень тяжелая идет через суд. Даже в тех странах которые на Кипре многие говорили об этом где очень громкие были случаи про аннулирование гражданства. Не аннулировали гражданство пока. Ни у кого они говорят они кричат они могут аннулировать паспорт. Но это не аннулирование гражданства. Аннулирование гражданства это очень тяжелая сложная юридическая процедура которой чаще всего даже если воля у премьер-министра или президента страны он хочет аннулировать кому-то гражданство он не может. Очень тяжело. То есть при этом тоже рассказали интересно паспорт и могут не продлевать паспорт есть там игры которые можно но тоже это это не нужно очень серьезное основание аннулировать паспорт это нужно и это тоже это все очень тяжело я могу дать условный пример но как началась история на Украине начались все эти санкции некоторые страны на Карибах смотрели назад и смотрели на тех их граждан из России и кто они как они откуда они и если у них граждане теперь которые санкционны и они нашли их нашли несколько кстати очень интересно очень довольно громкие люди в политике нынешние работающие всяких интересных местах в правительстве и которые имеют второе гражданство до сих пор и они хотели они думали изначально пытаться лишаться им граждан и они никак не могут они думали лишаться им и не могут вопрос только в том когда пройдет 10 лет или когда надо подаваться на новый паспорт то тогда внутри паспортного стола типа чиновники там могут играть в каких-то играх и затягивать процент давайте об этом моменте еще разочек паспорт гренады он выдается с продлением каждый паспорт так же как у вас у вас есть паспорт который кончается есть срок паспорта и как после окончания срока паспорта вы подаете новый паспорт и это оформляется в течение каких-то недель то же самое на гренаде и везде окей два вопроса уже на заключении нашей дискуссии какие еще платежи нужно сделать кроме основного платежа если мы говорим о гренаде государственные пошлины дью-дилиженс 5 тысяч на каждого человека старше 17 лет аппликейшн пошлина полторы тысячи в среднем на ребенка другая пошлина все зависит от количества членов семьи и их возраста процессинговая пошлина паспортная пошлина клятва все и услуги юридического сопровождения в зависимости от количества членов семьи мы выдаем вам полную калькуляцию обращайтесь мы все с удовольствием сделаем исходя из количества качества состава полную калькуляцию вы ее увидите это не секрет только хотел попросить языка сняли как раз контакты Софьи и ее коллег с тем чтобы ответить на вопросы ну и еще вопросы вот от того же нашего зрителя про налоги и про то что нужно который должен платить гражданин гренады и что нужно для продления паспорта несколько слов скажете или уже налоги платить не нужно если вы не проживаете на территории гренады то есть вы не становитесь налоговым резидентом можно быть гражданином и не быть налоговым резидентом ну и вот давайте так в мирной истории год назад два года назад продление в обычном случае происходит просто автоматически прийти принести документы точно так же как это например в России происходит я менял паспорт приношу не отдают другой нужно будет расстаться с паспортом на где-то полтора два месяца паспорт улетит старый паспорт улетит на гренаду и прилетит новый паспорт но пока он будет летать туда-сюда вместе еще с тремя документами вашей новой фотографией пройдет некое время и опять-таки в России он сейчас не прилетает поэтому все это занимает некое вот это вот самое время которое необходимо будет провести без документа но в любом случае каждые пять лет об этом нужно помнить стоит это в районе полутора тысяч долларов на человека ну и два месяца сейчас это занимает тут уже никуда не денется от этого я советую всем не волноваться сильно о том что будет через 6 лет и думать больше о том что будет сегодня да сегодня и может быть завтра еще тоже завтра я не знаю если можно что-то сказать про завтра ну просто по крайней мере да в протяжении 6 лет очень много может меняться в течение 6 лет это правда мы знаем это правда дорогие друзья вот прямые контакты Софьи и коллеги вашей да может звонить прямо напрямую так единственное что знаете по моему в последнем телефоне слишком а нет все нормально все я подумал что много слишком цифр думаю это модный телефон очень крутой телефон вообще я не знал что у моих коллег такие крутые телефоны ну вот видите вам будет что-то же обсудить созвониться и обсудить по завершении эфира дорогие друзья всем здоровья благополучия мира важно как никогда ну река президент основатель апекс капитал партнерс Софья Силина вице-президент апекс капитал партнерс по России и СНГ несколько слов может быть тоже от вас в завершении Софья спасибо всем кто присутствовал действительно рады видеть такой живой интерес потому как мы его и слышим и видим ежедневно на протяжении вот всех этих месяцев после 24 февраля мы искренне хотим помочь всем нашим приходящим соотечественникам и делаем все возможное что зависит от нас для того чтобы процедура прошла наиболее мягким удобным для вас комфортным и быстрым способом я тоже просто хочу добавить что я мы как я сказал раньше мы занимаемся этим этими вопросами уже 30 лет и я понимаю что наш цель нашего бизнеса это бизнес поменялся очень и вопросы у людей очень сильно поменялись раньше это то что мы делали это было просто роскошь если честно сейчас это имеет намного больше значения для людей и мы это понимаем и ценим и имеем ввиду когда работаем с каждым из наших клиентов мы все понимаем спасибо большое дорогие друзья спасибо Софья спасибо Нури Филипп Березин прианрум недвижимость за рубежом в заключении скажу вебинары у нас продолжаются мы продолжаем активно работать понимая что наверное действительно сейчас с одной стороны это очень помогает работа она такая знаете загрузить мозг нужными нужными делами и всем всего всего чего только можно совершенно искренне спасибо непременно встретимся еще до свидания увидимся на прианне и надеюсь в жизни пока